Счастье в каждый дом Сегодня наша тема очень интересная Мы поговорим с вами о Деде Морозе И, конечно же, у нас у всех возникают сразу ассоциации с новогодней елкой С Дедом Морозом, который приносит подарки А каковы же истоки вот этих праздничных атрибутов Очень большого и светлого праздника Потому что всегда Новый год – это новое время, новые надежды, новые достижения Конечно же, Дед Мороз восходит у нас к образу Николая Зимнего То есть вы знаете, что есть Николай Можайский И у него две очень важные даты То есть 22 мая – это Микола Вешний А 19 декабря – это Микола Зимний И вот что интересно, на Руси считалось, что именно в этот день закрываются врата старого времени И вскоре будут открыты врата нового времени То есть это самое мощное такое преддверие Нового года То есть так же, как весной Никола Вешний открывает врата лета А зимой, получается, он открывает зимние врата Зимние врата И главный, конечно, любимый наш зимний праздник – Новый год Николай Чудотворец Он радостно исполняет какие-то пожелания наши Даже всегда помогает Вы знаете, ему молились и моряки Ему молились все, кто были в пути И, конечно, очень сильно ему молятся всегда студенты То есть все люди, конечно же, уповают на чудо Нужно сказать, что если окунуться в традицию То можно узнать, что на самом деле Деда Мороза было целых три Три брата Белый Дед Мороз, которого изображали в белых одеждах Дед Мороз, которого изображали в синей шубе И Дед Мороз, который приходил в красном одеянии Три брата отличались между собой по своим способностям Самый старший брат – это Дед Мороз, который приходил в белые шубы Это самый строгий Дед Мороз, который приносил самые крепкие морозы Именно он заковывает все реки во льды Кует, заковывает землю Создает такие прочные-прочные дороги То есть это Дед Мороз, который действительно самый-самый сильный мороз И раньше, чтобы его умилостивить, варили кисель и просили, чтобы он не морозил так сильно Чтобы сохранить все-таки жизнь, сохранить все живое А еще ему посвящали колобки Двенадцать колобков обязательно Да, пекли колобки, чтобы умилостивить его, раздобрить Потому что мороз, конечно, все-таки нужен зимой Нужен, нужен Да, но в своих пределах А вот два брата, Дед Мороз синий нос его говорили Дед Мороз красный нос Почему их так называли? Потому что Дед Мороз синий нос, он морозил ленивых И такие люди, как правило, на морозе такие синие становятся Они синие, потому что они мало двигаются А вот люди трудолюбивые, подвижные, на морозе, наоборот, становятся румяные, красные И их очень любит Дед Мороз в красном одеянии Вот такая интересная история Оказывается, Дед Мороза целых три Но к нам на Новый год, как правило, приходит Дед Мороз в красном одеянии И приносит свои подарки Это очень-очень древняя традиция У нас в России она практически не прерывалась с 1935 года Когда указом правительства было утверждено Чтобы на елке к детям приходил Дед Мороз И обязательно им приносил подарки А вообще Дед Мороз есть у каждого народа И он имеет свое имя Например, в Австралии его называют Сильвестр В Башкирии – Кышбабай В Белоруссии – Зюзя В Болгарии – Дед Каледа В Венгрии – Миколаш В Египет – Папа Нуэль В Казахстане – Калату-Нага В Китае – Шэнь-Дань-Лаурен В Кубе – Бальтасар В Польше – Святой Николай Поэтому, вот видите, такой замечательный, добрый, счастливый образ Есть у всех людей на земле И, конечно же, Дед Мороз, он воплощает в себе, в первую очередь, деда То есть, это приходит сила наших предков, прачеров Дед, который объединяет род, который объединяет семью И, конечно же, несет счастье в каждую семью И ощущение чуда И ощущение чуда и волшебства То есть, Дед Мороз, кстати говоря, очень правильно изображался в советское время на открытках То есть, Дед Мороз ведет за руку маленького мальчика Это новорожденное солнышко То есть, это уже будущий Новый год То есть, старый год передает силы свои, мудрость свою, умение свое уже Новому году И вот такое, вот это удивительное понятие, что от деда к внуку, от бабушки к внучке Идет передача традиций, как раз все это заключено в образе Деда Мороза Кот Баюн, а ты будешь писать письмо Деду Морозу в этом году? Обязательно! И я попрошу у него всем нам здоровья и счастья, счастья в каждый дом Я тоже Вот еще была такая замечательная традиция Она сейчас и есть, и продолжается Вот интересно было бы узнать, откуда простекают ее корни Это украшение новогодней елки Ну, кстати говоря, давайте вдумаемся в смысл Ель То есть, еле-еле она растет Наш народ обратил на это внимание Что вот уже пришла зима, ничто не растет Она вечно зеленая и еле-еле, но она растет То есть, ель, она представляет собой, конечно же, образ жизни То есть, она приносит жизнь и так связана, она устремлена в небо И вот ель всегда дает ощущение какого-то волшебства Вообще, любое хвойное дерево и сосна тоже, да? То есть, то, что вечно зеленое, оно имело такие ассоциации с продолжением, с вечной жизнью Да, вечная жизнь, конечно Со здоровьем Но я слышала, что раньше был такой обычай украшать именно растущую ель То есть, та, которая не срублена, а которая растет И те фигурки, которые вешались на такую елочку Они действительно тоже начинали как бы образно расти И действительно желание могло сбыться То есть, вешали не просто фигурку Например, вешали домик, если хотели построить дом в этом году Или вешали какое-то изображение коровок, там, например, барашков Потому что раньше наши предки разводили много скотины Домик держали много скотины И поэтому хотелось, чтобы было всего больше И коняшек, и барашек, и курочек, и овечек И вот такие фигурки там уже вешали на елку Но это очень добрая народная магия Которая действительно работает Этим сейчас пользуются психологи все То есть, если мы что-то хотим Мы это должны нарисовать и очень хорошо представить И здесь обратите внимание Самое главное, это то, что это должна быть живая ель Тогда желание обязательно исполнится И это должно быть четко то, что вы хотите Вот сделайте домик, который вы желаете Повесьте машинку, которую вы желаете приобрести в Новый год То есть, желание обязательно исполнится А вот, кстати, интересно В советское время обязательно вешали на елку космонавта Наверное, кто это делал, помнит Да, такую замечательную традицию Вот игрушечки космонавтов, такие стеклянные Они сохранились И вот мы первые полетели в космос Да, да, да Такая была добрая магия Но я думаю, вначале мы все-таки полетели в космос Потом появились космонавты Но мы летали, летали Первые вышли Да, первая женщина-космонавт То есть, елка, она действительно очень устремлена в космос Елку можно украшать в лесу А домой можно принести просто веточку на Новый год Не обязательно срубать эту елку Уничтожать, как говорится, живое Потому что в древности К елке приносили просто угощения Гостинцы, чтобы задобрить духов Я не думаю, что духам бы понравилось Что елку рубили Поэтому это вот такой древний-древний обряд Древние обычаи, которые пускают свои корни В глубокую древность И мы с удовольствием этим обрядом пользуемся и сейчас И, конечно же, хочу предложить, чтобы счастья еще больше было в каждом доме Можно заранее подготовить веточки То есть, поставить веточки в воду Они будут зелеными Потому что зеленые веточки как раз украшали Новый год То есть, не только еловые, но и из каких-то плодовых деревьев Но те, которые вот обязательно распуститься Поэтому вот сегодня мы вам поведали о Деде Морозе О елочке И ваше домашнее задание Это все-таки скажите, пожалуйста Вот Дед Мороз, дедушка Снегурочки А мамы у Снегурочки кто? На этом наша передача сегодня подошла к концу Мы ждем вас на новых передачах И желаем Счастья, счастья в каждый дом Мы в ладонях принесем Счастья мне и тебе Счастья, счастья, счастья мне и тебе Счастья, счастья Всем счастья! С наступающим Новым годом! Ура! Счастья!